Оксана Ситнер, старшая медсестра отделения неотложной помощи, работает в области медицины 27 лет. Во время пандемии работа наша, как и сейчас, заключается и заключалась в том, чтобы принимать пациентов в разной категории сложности. Работаем мы в отделении неотложной помощи, то есть, как это раньше было сказано, это приемный покой. Сюда поступают пациенты разной специфики и с травмами, и с заболеваниями. И в тот момент, когда весь мир уже узнал о том, что началась пандемия, конечно, и Казахстан, и наша больница в том числе не осталась в стороне. Мы уже были готовы, уже были отработаны и постановления санврачей, и закуплены средства индивидуальной защиты. В Казахстане более 8 тысяч медицинских работников заразилось COVID-19. Акмолинские медики сегодня вспоминают этот страшный период. Хочу сказать, что в тот момент именно семья работников медицинских ушла на задний план. Мы перестали находиться дома. Трудности были в том, что на тебе были одеты средства индивидуальной защиты, которые ограничивали твои действия. Но, тем не менее, был, конечно, и страх в том, что как это все будет, каким образом. Страх за свою жизнь, за жизнь своих близких, за своих сотрудников. Но, тем не менее, слаженная работа, работа в команде, постоянное соблюдение правил безопасности, ношение СИЗ, они, конечно, во многом нас защищали. По словам специалистов, самый эффективный способ борьбы с пандемией – это массовая вакцинация, формирование коллективного иммунитета. Для этого из бюджета было выделено более 50 миллиардов тенге. На сегодня в регионе привито более 20 тысяч человек.